Привет YouTube! Для повышения урожая сада и огорода я применяю метод привлечения пчел для пыления нашего сада и огорода. Он заключается в следующем. Делаем сахарный сироп. Берем сахар, заливаем воду, доводим ее до кипения, но ни в коем случае не кипятить. Порциями всыпаем туда сахар. При этом необходимо постоянно помешивать. Примерно 10-20 минут это дело на печке у нас постояло, как говорится. Вот сироп готов. Затем, когда остыло, вставлю эту баночку, накладываю всяческих веток, чтобы пчелы у нас не потонули. Вот и вставлю в место, которое, значит, необходимое, то есть возле каких-то деревьев. Такую баночку с сиропом я устанавливаю примерно за неделю до цветения, потому что пчелы должны найти этот сироп и потом уже, кажется, прилететь на него. Если позже поставить, то есть во время цветения, они просто могут его не найти и сад уже отсветет. Не всегда это получается, пчел поблизости видно нет. Вот тогда я применяю обыкновенный, кажется, русский метод. То есть вот необходимо покачивать ветки, вот тогда получается у нас самоопыление как бы. То есть она как ветром вот это сдувается, особенно это хороша система в безветренную погоду. Когда ветер есть, оно там самоопыление немножко происходит. Но лучше всего я стараюсь, у меня здесь деревьев немного, стараюсь это дело, все вот ветки немножко потрясти. И тогда происходит самоопыление. Имея неплохую камеру Sony, мне интересно, я вот заснял, как оно это дело опыляется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И когда приходит осень, нас кажется вознаградит своими дарами природа за наши труды. Всем спасибо за внимание, если кому интересно, ставьте лайки, пальчики вверх, подписывайтесь. Идеи буду показывать вот такие вот незателивые, но нужно, я думаю, это видеоматериалы. Всего хорошего, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok